Меня зовут Рик Редер, и сейчас я сижу у Московской Государственной консерватории имени Чайковского, которая расположена в самом сердце города Москвы. Перед консерваторией установлен памятник Петру Ильичу Чайковскому, и я уверен, что вы знакомы с его творчеством. Он написал множество известных произведений, таких как «Спящая красавица», «Щелкунчик». Все слышали эти названия, и музыка к ним написана Чайковским. Эта консерватория названа в его честь. Многие знаменитые музыканты работают здесь. Они преподают различные музыкальные дисциплины. Множество всемирно известных музыкантов – выпускники этой консерватории, и нашу церковь посещают ее преподаватели, студенты, настоящие профессионалы, прекрасные музыканты. Они применяют свои таланты в поклонении Богу в нашей Московской Церкви. И благая весть, в ветхозаветные времена царь Давид очень серьезно относился к прославлению и поклонению Богу и привлекал к этому служению искусных музыкантов. Мы много узнаем о поклонении из книг Нового Завета, и Иисус и его ученики вместе пели. В своих посланиях апостол Павел цитирует так называемые гимны прославления. Богословы насчитали в письмах Павла около 30 цитат из песен прославления. В своих посланиях Павел упоминал слова песен, которые исполняли в ранней христианской церкви. Итак, с самого начала и до самого конца, в Библии поклонение Богу является очень важным фактором в жизни Божьего народа. Бог обитает в словословии Своего народа. И если вы хотите, чтобы сила Его проявлялась в вашей жизни, то вы должны быть поклонником, страстным. Бог придет и будет обитать в вашей хвале. И сегодня я хочу поговорить с вами о роли поклонения в нашей жизни. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Как я сказал во вступительной части, сегодня мы поговорим о поклонении. В наших передачах мы говорим о шагах, которые помогут стать христианином по сердцу Бога. Как и при приготовлении пирога или торта, вы используете все необходимые ингредиенты. Вам нужны основные ингредиенты. Нужно добавить яйца, сахар, разрыхлитель, соду. И когда пирог или торт готов, его можно украсить глазурью. И тогда можно сказать, что все получилось. Готово. Но что будет, если забыть положить яйца, или сахар, или соду, или разрыхлитель? Вы потерпите фиаско. Яйца являются связующим элементом. Сахар придает желанный вкус. Важен каждый ингредиент. Тот же принцип действует в жизни христианина. Нужны определенные компоненты, которые помогут нам быть полноценными верующими. Да, мы спасены Божьей благодатью. Но мы также должны добавить в свою жизнь все необходимые ингредиенты, чтобы стать теми, кем нас замыслил Бог. Я определил 10 качеств, которые нужны вам, чтобы стать сильным, утвержденным и зрелым верующим. И об этом мы говорим в нашей серии передач. Сегодня мы обсудим тему поклонения. Все, чем я делюсь, содержится в цикле аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего», в основе которых наши передачи по этой теме. В данном цикле 15 частей. В нем говорится обо всех компонентах, которые нужно иметь, чтобы стать сильным, утвержденным и зрелым христианином. Цикл сопровождается учебным пособием, в котором греческие слова, заметки, принципы — прекрасный инструмент для личного изучения. Также можно поделиться с другом, использовать в домашней группе. Обложка гласит, каковы 10 компонентов, которые сделают вас сильным верующим. Для приготовления пирога или торта вам понадобятся конкретные базовые ингредиенты. Если одного из них не будет, работа пойдет прахом. Подобным образом требуется 10 духовных составляющих, шагов, чтобы сделать вашу жизнь сильной и стабильной. Я рассказываю о них в этих программах и рекомендую вам скачать бесплатно. Это будет полезно для вас. Также мы предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка и зачитываю своих книг, содержащими исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком объяснено значение более тысячи греческих слов из Нового Завета. Видео ободрения содержит информацию, которая будет полезной для каждого верующего. Практические советы и откровения, которые изменяют жизнь. Это скурпулезное изучение греческого текста Нового Завета, очень значимый материал и настоящее сокровище. Получите обилие духовной пищи, утвердитесь в истине, обновите свое мышление, по-новому взглянув на многие стихи в Библии. Не упустите возможность следовать за Богом и познавать Его ближе каждый день. Я глубоко убежден, что драгоценные истины будут полезны для вашего духовного роста, помогут вам подняться на новую ступень и утвердиться на добром основании. И теперь давайте обратимся к Божьему Слову и продолжим разговор о составляющей, которая называется поклонение. Мы уже говорили о том, чтобы стать сильным верующим, нам нужно обладать таким качеством, как готовность к благовествованию. Второе качество, о котором мы говорили – страсть к Божьему Слову. Третье – жажда Святого Духа. Нам необходимо гореть страстным желанием, видеть чудесное действие Святого Духа. И сегодня мы поговорим о сердце поклонника, о страстном желании поклоняться Богу. Страсть к поклонению. В Новом Завете сказано, что Первая Церковь образовалась в служении поклонения. Верующие поклонялись Богу, прославляли Его. Они были евреями, и с древних ветхозаветных времен еврейский народ был народом поклонников. Царь Давид установил стандарт поклонения и передал его своему сыну Соломону, который разработал целую систему правил для служения, прославления и поклонения, которая укоренилась в еврейской культуре. Поэтому Первая Церковь, которая образовалась в Иерусалиме, стала поющей, прославляющей и поклоняющейся Церкви. И сам Иисус был поклонником и является им, и я расскажу вам об этом в конце передачи. Дослушайте до конца, и вы узнаете много нового из Божьего Слова. Давайте начнем с книги Деяния, где Лука, который написал эту книгу, рассказывает нам об атмосфере, которая царила в Ранней Церкви. Вот что написано в 46 стихе. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». И смотрите, как начинается 47 стих. «Хваля Бога». Верующие хвалили, пели, поклонялись Богу. Это была Церковь, которая восхваляла Бога и поклонялась Ему. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно предлагал спасаемых к Церкви. Поклонение было неотъемлемой частью Первой Церкви с самого ее зарождения. Вопрос. Где апостолы научились этому? Они научились поклонению у Иисуса. В предыдущих программах я рассказывал, что вначале они назывались не апостолами, а учениками. Слово «ученик», греческое слово «матет», использовалось для описания ученика, который полностью подчинялся воле учителя. Задача ученика — полностью воспроизвести то, что делает наставник. Именно этим занимались ученики Иисуса в течение трех лет. Они полностью подчинились Его воле и в точности повторяли все, что Он делал. Они проповедовали, как Он. Исцеляли, как Он. Изгоняли бесов, как Он. Их задачей было абсолютное послушание власти наставника. И они называли Его Учителем и Господом. И они повторяли все, что Он делал. Когда же образовалась Первая Церковь, согласно второй главе книги «Деяний», ученики продолжили повторять действия Иисуса. Будучи апостолами, они остались учениками. Они по-прежнему подчинялись Его воле и делали все, что Он делал. И они передали Церкви то, что приняли от Иисуса, а именно пение, прославление, поклонение Богу. Следуя за Иисусом, ученики постоянно поклонялись, пели, прославляли Отца. И мы читаем об этом в Евангелиях от Марка 14, 26, от Матфея 26, 30, где сказано «И, воспев, пошли на гору Елеонскую». В тот вечер, когда Иисус разделил с учениками последнюю трапезу, прежде чем пойти на Елеонскую гору, они собрались в горнице и начали поклоняться Богу, потому что они были поклонниками. Это очень важно. В Ветхом Завете мы читаем о том, что Давид и Соломон отдавали все самое лучшее поклонению и хвале. Это стало образцом для еврейского народа и впоследствии, как мы уже говорили, было унаследовано новозаветной церковью и являлось примером для христианской церкви на протяжении всей ее истории. Слово «поклонение» — перевод греческого слова «проскунео», и я прочитаю из своих заметок, потому что думаю, что у меня есть много новой информации для вас. Слово «поклонение» — греческое слово «проскунео» — означает поклоняться, «обожать», «препадать к ногам и целовать». Это искреннее глубокое обожание. Это слово означает падать на колени в знак почтения, лежать ниц, физически или мысленно, лежать перед Богом в поклонении, в знак смирения. И, как я уже сказал, чтобы показать искреннее глубокое обожание, ты делаешь что-то. Слово «поклонение» — оно интимное, оно говорит о очень близких отношениях. Слово «проскунео» — «препадать к ногам и целовать» — это время близкого общения, близкого контакта с Богом. Вот что значит «поклонение». Как это удивительно. Позвольте спросить у вас, насколько лично ваше время поклонения? Преклоняетесь ли вы в своем сердце перед Богом? «Поклонение» — это время близких отношений с Богом. Вот что значит слово «поклонение». Псалом 21.4 содержит обетование о том, что Бог обитает среди словословий Своего народа. Вот что говорится в этом стихе. «Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля». Давайте рассмотрим слово «жить». Этот глагол описывает, как присутствие Бога, буквально опускается на собрание или на верующих, или на верующего, на тех, кто славит Бога, на тех, кто поклоняется Ему. В одном из переводов Библии этот стих звучит так. «Ты восседаешь на словословии Израиля, как на престоле». Итак, когда церковь или человек, то есть вы, входит в состояние поклонения, то это создает такую чудесную атмосферу, что Бог приходит в Своем сверхъестественном присутствии и буквально восседает на собрании или на хвале и поклонении отдельного верующего, потому что понимает, что Его здесь ждут и почитают. Когда это происходит, Божья слава приходит в жизнь верующего. Это изумительно. Вы поклоняетесь Богу. Говорите Ему о том, как вы ожидаете Его, почитаете Его. И Бог приходит и восседает на престоле вашей хвалы, вашего поклонения. И тогда приходит Его слава. А с Его славой приходит все то благое, что вам нужно для жизни. В Ветхом Завете слово «слава» на иврите означает что-то тяжелое, что-то весомое. Оно говорит о внушительном, почти осязаемом присутствии Бога. И в этом присутствии есть все то благое и необходимое для нашего изменения. В этом Божьем присутствии начинают происходить чудеса исцеления, освобождения, внутренние изменения. Все, что нам нужно, есть в Божьей славе. Это тяжелая, весомая слава. Потому что она приносит все, чтобы изменить нас, дать нам все, что нам нужно. Таково значение слова «слава» в Ветхом Завете. В Новом Завете это слово приобретает дополнительное значение и передает идею развлечения, суждения и великолепия. Если объединить обе концепции Божьей славы, то вот что получится. Когда приходит слава Бога, в ней есть все, что нам нужно. Когда она приходит, она выявляет, определяет, в чем мы нуждаемся. Она показывает, какие нужды должны быть восполнены, какие вопросы должны быть отвеченными, кто должен быть исцелен. Когда приходит Божья слава, все становится явно и понятно. Это внушительная и весомая слава Бога, наполнена всем необходимым для нас. Она выявляет, в чем мы нуждаемся. И тогда люди начинают сверхъестественным образом получать от Бога то, что им нужно. От Его почти осязаемого присутствия происходят чудеса. Божья слава опускается на нас, когда мы поклоняемся Ему. Вот что происходит, когда мы входим в состояние поклонения. Бог устрояет Свой престол на словословии народа Своего. И тогда Его слава проявляется. При этом мы получаем все, что нам нужно, все, что нам необходимо, потому что в Его славе есть все, в чем мы нуждаемся. Божья слава определяет всякую нужду. Видит все потребности. Божья слава сама определит, кому нужна помощь. И Бог начинает являть свое великолепие в собрании. Как это прекрасно! Лучшим примером этому является Псалом 131.3, где Давид описывает помазание Божье и сравнивает его с росой на горе Ермонской. Это очень интересный и важный отрывок. Послушайте, что в нем сказано. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове. Давид описывает помазание. Елей на голове, стекающий на бороду, бороду Аароному, стекающий на края одежды его. И вот что говорится в 3 стихе. «Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Вот что происходит, когда люди в собрании или по отдельности поклоняются Богу. Они входят в состояние прекрасного единства, ощущают Божье присутствие, присутствие Его славы. Но что происходит в этот момент, в эти доли секунды, когда слава Божья начинает различать, судить, разделять и восполнять нужды людей в собрании? Ответ в этих стихах. Когда люди входят в состояние единства, Бог в то же мгновение дает свое благословение. Библия сравнивает это с появлением росы на горе Ермонской. А что такое роса? Роса — это влага, которая присутствует в воздухе. При определенных условиях, при соответствии нужным критериям, когда все условия соблюдены, это влага, которую нельзя увидеть, пока она в воздухе. При соблюдении конкретных условий, невидимая доселе влага проявляется в виде капель воды и покрывает все. Роса покрывает все поверхности. И Давид говорит, что это подобно помазанию Божьему. Помазание. В чем-то похоже на действие росы, на выпадение росы. Когда мы поклоняемся, входим в состояние единства, соблюдаем необходимые условия, атмосфера вокруг нас изменяется. Помазание и слава Бога, которые окружают нас, и которых мы не можем увидеть глазами, вдруг появляются повсюду. Я люблю такие моменты в собрании, потому что Божьи славы и помазания, которые пропитывают воздух, вдруг начинают проявляться по всей церкви и покрывают всех присутствующих. Куда ни посмотри, люди испытывают прикосновение присутствия Бога. Это происходит, когда мы соблюдаем особые условия. Входим в поклонение и достигаем единства. В этом великая, удивительная сила. Обратимся к Новому Завету. Здесь мы находим примеры песен, которые исполнялись в ранней церкви. Некоторые исследователи полагают, что в новозаветных текстах процитировано около 30 примеров песнопений. И я приведу 4 неоспоримых примера отрывков из песен. Вы удивитесь. Павел в своих посланиях несколько раз писал примерно следующее. «Я знаю, как донести до вас эту истину. Я процитирую слова песни, которую вы исполняете в своей церкви». И он приводит в пример одну из песен поклонения. Эти четыре отрывка называют гимническими стихами. Они взяты из песен, которые исполнялись в первой церкви. Послание к Ефесянам 5.14. Это стих о пробуждающей силе Бога. «Посему сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это слова из песни, как пели в ранней христианской церкви. Колоссянам 1 глава с 15 по 20. Прекрасные стихи о божественной природе Иисуса, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. «И он глава тела, церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и небесное». Эти чудесные стихи взяты из одной из песен ранней церкви. Это гимнические стихи. Это термин. Послушайте, что сказано в послании к Вилипийцам 2 главе 9 и 10 стихе. «Это один из моих самых любимых отрывков в Библии. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Это слова из песни Первой Церкви. Я буквально слышу, как верующие поют. Посему и Бог превознес его. Это слова песни. А вот что сказано во втором послании к Тимофею 2 главе с 11 по 13 стих. «Это обетование Божьей славы тем, кто страдает». Верно слово. «Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Это слова из песни. Удивительно. Мы читаем слова песен, которые исполняли в ранней церкви. Послание к Ефесянам 5 главе 14 стихе. К Колоссянам 1 глава с 15 по 20. К Филиппийцам 2 глава 9 и 10 стихи. Второе послание к Тимофею 2 глава с 11 по 13. И я снова прочитаю из своих заметок. Некоторые послания Павла содержат отрывки из песен, которые исполнялись в ранней церкви. Таких цитат в Новом Завете насчитывается около 30. Я привел в пример всего 4 из них. Но, вероятно, в целом имеется 30 подобных отрывков. Это поистине примечательно. И это еще не все. Есть несколько примеров пения и поклонения в книге Деяний. В Деяниях 2 главе 46 и 47 стихи. Мы их уже читали. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя хлеб по домам, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Мне очень нравятся эти слова. Хваля Бога. Они хвалили Бога. Деяние 16, 25. В около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Они были в тюрьме и знали, что должны поклоняться Богу, чтобы пришло Божье присутствие. Им нужна была Божья слава, которая бы покрыла их и принесла с собой все благое и необходимое и восполнила все их нужды, потому что именно это делает Божья слава. Библия говорит, что узники слушали их. Это значит, что Павел и Сила поклонялись громко, так громко, что их было слышно по всей тюрьме. И во время их поклонения произошло землетрясение, и пришла свобода, пришла слава Божья, которая опустилась на них. А Божья слава приносит с собой все необходимое. Божья слава определила, что им нужна свобода. От этой чудесной славы началось землетрясение. Вот что происходит, когда вы начинаете поклоняться Богу. Поэтому так важно иметь этот компонент в личном наборе качеств. Время подходит к концу, а мы только начали говорить на эту тему. Продолжим в следующей передаче. Не пропустите. Потому что вы получите много новых откровений о таком важном качестве верующего, как сердце поклонника. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учений «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения драгоценной истины из греческого языка. В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая драгоценные истины, вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения драгоценной истины из греческого языка. Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения драгоценной истины из греческого языка на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Лореннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь, и оказываемая система поддержки позволяет реабилитантам не чувствовать себя одинокими и оторванными от общества. Благодаря вашим пожертвованиям мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Их семьи ждут, когда они получат свободу от пагубных привычек. А многие зависимые хотят исцелиться, но у них нет возможности пройти реабилитацию. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Я очень рад, что сегодня вы были со мной. Мы изучаем составляющую, которая называется поклонение. Сердце поклонника – очень важная характеристика, которую нужно иметь в своем наборе качеств, чтобы быть христианином, каким Бог замыслил вас. Мы уже говорили о том, что вам нужна готовность благовествовать. Это очень важно. Нужно любить Библию, любить учение Божьего Слова. Важна жажда Святого Духа, страстное стремление узреть сверхъестественное действие Святого Духа в своей жизни и в жизни Церкви. И сегодня мы говорили о таком компоненте, как поклонение. Оно должно быть в нашей жизни для того, чтобы быть сильным верующим, таким, каким Бог замыслил нас. Слово поклонение, греческое слово проскунео, означает преподать к ногам и целовать. Оно описывает личный процесс искреннего поклонения. В Божьей славе есть все, что нужно. Чудеса, знамения, финансы, преуспевания, исцеления, успокоения – все в Божьей славе. И когда мы выполняем все условия, Божья слава проявляется, подобно рассе. Она покрывает все и восполняет все наши нужды. Когда мы поклоняемся, Бог приходит. И в этом великая сила. Я с нетерпением ожидаю продолжения этой темы в следующей программе. Напоминаю, что вы можете подписаться на бесплатные ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины». Полторы минуты каждый день изменят вашу жизнь. Мы также предлагаем вам цикл аудиопрограмм, который называется «Десять принципов сильного верующего». Я уверен, что они изменят вашу жизнь. Позвольте помолиться за вас. Отец Небесный, спасибо тебе за этот ингредиент поклонения. Я молюсь за тех, к кому еще нет сердца поклонника. Дай им такое сердце. Я молюсь о том, чтобы пришла твоя слава, и с ней все, в чем они нуждаются. Восполни все их нужды. Воссять на престоле и хвалы и поклонения. Во имя Иисуса. Аминь. И помните, о чем говорится в книге Екклесиаста 8.4, где слово «Царя» — там «Власть». Божье Слово прекрасно, и пусть Его сила действует в вашей жизни сегодня. И мы увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова